За разъясувавшись ситуацией, выявляется, вот в цьому будинку залили 15-летний клопчик. Чёртная пораженка, когда виду крови на пьесце, твои твари. Когда виду людской крови на пьесце, вопытно, Господи. Ударила мина осколками. Забирали, забирали, Господи, за что, за что? Чё вы не проезжаете снимать, как начинаются голубы? Чё вы не проезжаете на нас снимать? Ну а теперь приехали, я говорю, что меня встало. Ай, кровава, кровава. Просто мы там видели, что там дача, там стривание, снаряду. Как рассказывают люди, осколка, мина, которая взорвалась біля ворота, показали воронку на наших кадрах. Пробило металевые ворота, пробило двоя дверей. Восколок по трапе 15-ричного ухлоптюса. Правда, я не знаю, как мы доедем. Восколок по трапе. Это погреба или 18 километров, даже ближе Майорска. У нас самый ближайший ДНР здесь за 40 километров менее Майорска. Покажите мне Майорска. Более выстрел. Две секунды, третий нет и сразу. Смотрите, Саушка оставляет выход на земле. Достаточно приличный ворон. Ну да, даже зимой. Мёрзлая земля, она оставляет метр. Нет, метр будет. Но вот там вот в земле... Это чернозём тут кирпича нет. Там в земле нет воронки, вот такие вот. Вот я встал, но вот так воронка. Вот такие воронки. Пахать может от меломёта. Там не пахать. Там не пахать, ну там просто земля вот такие вот. Кроме того, еще зависит от того. Там мусор, конечно. Кирпичи разбитые. В зависимости от того, еще там есть колпачок. Здесь колпачок скрученный, он взорвется на поверхность. Судя по осколкам, это не сам. Белик, кстати. Да, это скорая. А если скорая приехала... Да, он говорит, что этот военный, говорит, если 40 минут горит назад, что-то разобрали. А так он... Это вечер. Ну да. Мы... Игорь. Залетела три двери. Вот эту дверь вырвала. Вот. С водородом не совсем. Вот. Может двери прошли. Прошли вот три двери и вот он как раз сбежал. Вот он у нас. В этой комнате сбежал. И как раз туда забивает ее. Прямо на сердце. А это осталось там? Вот прямо тут, да? Получается три двери, да? Три двери просекло. Да. Если мы снимем, мы хотя бы покажем. Может они там как-то растормозят. Покажи разрушения, которые по стенку пробили и которые пробили. Ага. Осколка нет. Не-не. Я вижу. Пробыло трое дверей. Двое получается. Первое вырвало. Отец их нашел. Утром сегодня под грудью мусора. Подели всеми досками, которые послажили. А где еще было попадание? А тут? А это сквошлое. Вот оно же стекла выбило. И вот насквозь, ну мы его туда, там в той комнате не нашли. Насквозь стенку пробило. Кирпичная стенка и кусок кирпича был. Вывалило на ту сторону. А это на фото цей хлопчик, да? Нет, то я там. Ага. Он, 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 он. Вот, ось фото хлопчика, якого втратила ця семья. Вы на цих кадрах бачите. Я ковыл, весела семья. А сейчас людей горы. Это село Курдюмевка в Донецкой области. Люди, люди, люди розповидают, что на виклик полиция из Бахмута не выехала. А на попередних вчерашних наших відео, мы с вами, мы бачили, где находилась вся полиция Бахмута. Мальчики, это просто неописуемо, поверьте. Хорони своего ребёнка. У меня 28 лет, у меня ещё нет детей. Ну я не представляю, как такое может быть, мальчики. Куда? Скажите, куда бери? 300 метров до позиции. Кошмар. 300 метров до наших позиции, да? Здесь. Вот он стоит, вот он блокпост. Угу. Вот они, вот они две эти вышки, две насосные. Куда? Скажите, какая паричность? У вас на миллиметр всё расписано, мальчики. Да понятно, что это что здесь? Ну объясните, как? Он косой, он кривой, он пристреливался. Зачем на посёлке это делать? Выйди в поле. Кошмар, я не понимаю, но я тоже... Распили одну квартиру, пришли здесь кое-как, обосновались. С последних дней в них сделали ремонт, люди дали им этот дом, чтобы они здесь пожили, потому что квартиру тоже разворотило. Ну вам надо... Тоже рамы, отец работал... Как он раньше назывался? Стройцех. Он сам их делал. Сороковка тоже, тоже прошила. Без квартиры остались. Сейчас этот дом, здесь ребёнок, как? Ну сейчас, я так понимаю, что надо Министерство обороны, в этот штаб АТО. Надо срать. Мальчики, вы это не понимаете. А там 14-го, там был обстрел, никто ничего не доказал. У людей есть акты. Люди стёкла не получали. Они никуда не действуют, они ни на что внимания не обращают. Скажите, а вы казали, что выкликали из Бахмута полицию? Не приехали. Вообще вызывали Дзержинскую. Так как мы к Дзержинскому району относимся, получается, я так понимаю, Бахмут ближе был, но не приехали в каком состоянии? Приехали военные или полиция? Военные. Приехали три человека. А полиция не приезжала? Полиция сегодня утром приезжала. Они представлялись, не представлялись. Представлялись в ВСУ. Ну они, ну пьяные. Ну он же нам как сказал? Это дедушка, а вот мама. Ждите, ждите, вот ещё их десяток будет всяких тут организаций. Десяток. Да их тут завал. Один, один. И каждый, и каждый. Но мы сегодня видели червяный крест, а в БСЕ, вот Тикишу. А у вас что за канал я так не понимаю? Смысл какой? Какой канал? Значит по интернету показали, что ребенка везла в скорую нашу. И в скорую он умер в интернете. Это кто показывает такое? Это был официантом. Это твари. На руках у тебя умер. И в утром только приехали. В скорую помощь даже вчера вечером блокпост на заре. Она не приехала. И сегодня утром скорая не приехала. Да, и не приехали вообще. Полиция только приехала. Полиция только приехала. Полиция только приехала. Ну оставьте нам какой-то контактный номер. То, что мы можем, мы попробуем поднять какую-то волну хотя бы. Какую волну, мальчики? Ребенка нет. Какую волну, скажите? Волна войны только может поднять. Вы понимаете? Да, но ещё будет. Кто обстреливает мирное население? Кто? Украина. Обстреливает. Порошенко ему коснётся там. У него дети есть. Дети есть. Господи! Хоть бы если ты есть божий населитель. Хоть бы это самая милиция. Осколки держит. Мы дали осколки. Да, это говорит 120 или 123. Сколько он максимум может доставать? Он говорит 9. 8. Это его самая большая. Так 6,5 километров. Все. Покажите мне здесь, в радиусе. Тут такого нет. Десяти километров. Одна уху не наверху. 14 километров максимум они тут находятся. То есть всё указано. То есть всё указано. И тем более акустика. Люди... Я глупый человек. Я тут 14-го года живу. Я даже видел как они в упор на БМП выезжали. И целый направленный посёлок. Это не видел не только я, а пол посёлка. Именно ЗСУ. Утром приезжает ВСУ. Приезжает ОБСЕ. И они же говорят им. Это говорит партизаны ДНР стреляли. Извините меня. Блокпост стоит. Они на эту высотку. Вот он. Смотрите. 300 метров. Вот они. Два. Тут полкилометра. Ага. В окно даже с первого этажа видно. Вот пожалуйста. С улицы. Они на эту высотку выехали на двух БМП. И начали стрелять туда. Хорошо. Я согласен с... Нет. Это укропы стреляли. Ага. Они говорят партизаны. Покажите им как он мог проехать линию фронта. Весколько двух постов. Азариановский по канадской базе. Тут. И отсюда сразу стреляют. Все это бред. Скажите что сейчас делать. 122 это только... Ну это... Ну не будет он на вооружении какого-то... В общем смотрите. Я вам сразу скажу. Реактивный снаряд. Град. Ага. И САУ. Летит 1000 максимум. 1350 метров после выстрела. Ага. В секунду. И все. Остальные все даже танки. 900. Это максимум. Что он в секунду метров сделает. А тут 2 секунды после выстрела и третьего. Маму снимайте. Маму снимайте. Мальчики. Маму. Это все. Это все чужие. Я все равно это от людей не дойдет. Но... Чадо безгрешное. Чадо. 15 лет дитя ты. И нету. Как это? И таким осколком. Извините меня. Прямо сердце. Это как? Это ужас. Вон пожалуйста. Снимите. Да да. Мы снимаем. Я там снял. Я там снял. Осколки прошли. Маму. 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 Маму.